Водитель штаба Свердловского отделения Бессмертный полк России Валерий Басай. Далее наш эфир продолжает главные новости Екатеринбурга. С наступающим праздником и всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Мягкий май в магазине «Бабушкин комод». Скидка до 30% на диваны, кресла, банкетки и пуфы из натуральных материалов. Только в мае. Ну а теперь к информации от синоптиков. В День Победы жителей региона ждет аномально жаркая погода, значительно выше климатической нормы. 9 мая днем будет переменно облачно, лишь местами кратковременной дожди. Ветер северо-западный 2,7 м в секунду. На термометрах от 19 до 22 градусов тепла. А вот теперь подробнее о погоде в области. В Каменске-Уральском плюс 12 ночью, днем за окном 22 выше 0. Возможно, небольшой дождь. В Качканаре ночью ожидается плюс 8, днем будет плюс 19 градусов. Нижний Тагил здесь плюс 9. Будет ночью, днем на термометрах 19 тепла. Вероятно, небольшие осадки. В Сырове ночью будет 8 выше 0, днем прогреется до плюс 21. В Екатеринбурге ночью ясно, без осадков. Ветер северный 1,4 м в секунду. Минимальная температура плюс 10. Днем в нашем мегаполисе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2,7 м в секунду. Максимальная температура 21 выше 0. Атмосферное давление будет в норме. И сейчас о том, что ждет нас в ближайшие три дня. В пятницу и субботу в городе облачно с прояснениями, без осадков. На термометрах плюс 24 градуса. В воскресенье станет совсем ясно и солнечно. Температура воздуха без изменений, 24 тепла. И напоследок еще немного полезной информации. Проведение операций у опытного пластического хирурга в медицинском центре «Шанс». Блифоропластика, мамопластика, липосакция и многое другое. Единый телефон 385-001. И еще. Комбинат «Хороший вкус» открывает шашлычный сезон и приглашает фирменные магазины. Собирайтесь на пикник, заходите к нам за вкусным шашлыком. Это был прогноз погоды на четверг и последующие дни. Я же Виктория Левицкая с вами прощаюсь и поздравляю с Днем Победы. Пусть каждое сердце помнит и гордится великими подвигами наших героев. Мира, ясного неба, добра и благополучия в каждый дом. Всего хорошего. В эфире главные новости Екатеринбурга. Здравствуйте. Вы смотрите главные новости Екатеринбурга. О самых интересных событиях этой среды вам расскажут наши коллеги и мы, Мария Новикова. И Алексей Фаустов. Вы можете стать героем нашего выпуска. Оставляйте комментарии в социальных сетях. Но сначала коротко о главном. Недруг человека в таллице мужчину загрыз Алабай. Возбуждено уголовное дело. Что грозит хозяину? Военная в роли Дедов Морозов. На репетиции Парада Победы исполнилась мечта неизлечимо больного ребенка. Что загадал? Все на выход. По Екатеринбургу прокатилась еще одна волна лжеминирований. Кто так не смешно шутит? На высоте. Свердловчанин побил рекорд по восхождению на Эльбрус. Как ему это удалось? Итак, смерть от зубов. На лесопилке под талицей Алабай загрыз мужчину. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правда, местные утверждают, о неосторожности и речи быть не может. Пес-гигант и трое его сородичей держат в страхе целый поселок. Несмотря на случившуюся трагедию, хозяин не спешит усыплять убийцу. Напротив, утверждает, Алабай лишь выполнял свой охранный долг, а погибший сам его спровоцировал. Будет ли в этой истории зуб за зуб, знает Надежда Маркова.